О да, ребята, вы прочитали все правильно. Мы стоим на самом пороге крупного бычьего рынка для крипто. Большинство людей этого не понимают, большинство людей не видят леса за несколькими деревьями, сосредоточившись только лишь на движении цены. Например, они всего лишь следят за тем, как ведет себя цена, а потом говорят «О, биткоин не смог преодолеть 200-недельную скользящую среднюю». Ну, к примеру. Но в этом и есть на самом деле разница между тем, кто серьезно в крипто, и тем, кто является просто лишь крипто-туристом, поглядывающим в краткосрочной перспективе. Но даже в ней, я вам скажу, мы остаемся в бычьем тренде, который продолжает движение по направлению вверх, а мы потенциально сейчас создаем толчок, чтобы преодолеть этот диапазон индекса силы биткоина. Но на самом деле важно то, что произошло вчера с компанией Grayscale. Это историческое событие, в котором SEC проиграла дело против Grayscale, пытаясь заблокировать образование биткоин-ETF. И это очень важно, потому что Grayscale засудила SEC, когда та пыталась заблокировать создание ETF. А это стало следствием того, что суд теперь встает ближе на сторону крипто. Теперь крипто полностью и полностью легально. Крипто и все то, что связано с трейдингом ETF, полностью соответствует закону. Но главное, что законы и сам по себе суд полностью на нашей стороне. И это огромная проблема, которая длилась много-много лет, в том, что SEC не следовала законам. SEC принимала свои собственные, единоличные и случайные решения, буквально, как вчера и сказал суд. И в конце концов, и в итоге мы вылезаем из этого беспредела через суд. И это историческое событие. Просто историческое. Если посмотреть на более крупные индустрии, глядя на всех этих менеджеров, управляющих вашим благосостоянием, хедж-фонды, все эти большие деньги, они все это видят и читают. Они читают заголовки о том, что крипто теперь легально. О том, что крипто одерживает все больше и больше побед в судах. А SEC, тем временем, проигрывает. Что, конечно же, нас все ближе и ближе приводит к одобрению ETF. Это приближает нас все ближе и ближе к тому, что эти крупные финансовые институционалы начинают торговать биткоином. Это неизбежно. Потому что они все будут обладать всеми видами финансовых продуктов в данной индустрии. И давайте послушаем, что об этом говорят мейнстримовые средства массовой информации. Потому что они, и, кстати, конкретно Bloomberg, не знаю, можно ли назвать его мейнстрим-медиа, но они очень, очень и очень, очень поддерживают крипто и трубят об этом вовсю. Давайте посмотрим, получится ли у меня включить этот видос для вас. Ага, поехали. Что по Грейскейл? О, это огромное событие. Они преследовали Грейскейл целый год. Ты помнишь, как они сражались против решения SEC? А теперь дело завершилось в суде. В их пользу. А если мы посмотрим на траст биткоин Грейскейл, то это основная организация, которая будет конвертирована. Это самый старый и крупнейший траст, обладающий биткоином, который розничный покупатель-институционалы могли покупать на протяжении многих и многих лет. Если мы посмотрим, то увидим, что в настоящий момент они предлагают услуги со скидкой, которая в настоящий момент составляет около 24% к их реальной себестоимости. Но ожидается, что она будет сокращаться по мере того, как приближается момент конвертации в ETF, что и сделает основной смысл инвестирования в этот фонд. Но кроме того, как ты сама сказала, существует еще целая пачка обращений по регистрации ETF. Это очень хорошо для этих фирм. Но, помимо этого, должна сказать, что в дополнение к биткоин-трасту Грейскейл, купающегося в радости по данному решению суда, мы также видим, что и сам по себе биткоин преодолел отметку цены в 27 тысяч. О, да, ребят. Что стало пятипроцентным взлетом рынка. Потому что вся идея заключается в том, что потенциальная конверсия биткоин-траст Грейскейл в ETF может привести к значительному распространению среди финансовых советников, розничных инвесторов. Ты только представь, сколько денег сейчас стоит на обочине и ожидает момента, чтобы зайти в крупные компании, предлагающие более комфортные условия для своих клиентов в рамках регулируемых ETF, вместо того, чтобы связываться со спотбиткоином. Ребят, и еще один очень важный момент. Многие полагают, что ETF — это лишь маленькая частичка. Помимо этого, у нас в мире крипто произошло очень много важных событий. Например, в биткоине, Тапрут, в эфире, Пруф-Ов-Стейк, Шапелло и все такое. Ну, что такое ETF? Но на самом деле, ETF — это феномен, абсолютно и полностью меняющий правила игры. И не только это. Гарри Генслер со своим SEC создали для нас окружающую среду, которая будет абсолютно экстремальной бычей последующие годы. Почему? Да потому что они были настолько против крипто. Они были в отношении крипто настолько антагоничны, что создали для очень многих впечатление того, что крипто — это скам. Что крипто — это фу-фу-фу. То есть, когда сейчас идет разговор о крипто, возникает очень множество сомнений. И внезапно, как вы видите, все эти суды говорят, что SEC не права. И что? А начинается движение маятника в обратную сторону. У нас появляются все виды этих банков, хеджевых фондов, традиционных денежных институтов, осознающих, что они ошибались. Ошибались многие и многие годы. А теперь даже и SEC оказались неправы. Безумие. Ребят, что касается ETF. Ходят слухи, например, сообщает Bloomberg о том, что есть вероятность того, на самом деле даже не шанс, они уверены в том, они уверены, что запуск биткоин ETF может начаться на этой неделе, в Штатах. И как вы знаете, у SEC подходит дедлайн на этой неделе, для того, чтобы либо одобрить, либо приостановить, не приостановить, а отложить их решение. И, скорее всего, они его отложат. Но при этом очень многие люди, что SEC ETF одобрит. И причина этого заключается в том, что мы говорим о спот ETF, в том, что данное решение неизбежно. Они неизбежно его одобрят по нескольким причинам. Первое. У них нет никакого весомого аргумента, чтобы не одобрить. Как мы видели, им об этом сказал суд. Нет ни одной разумной причины отклонить спот ETF. Но вторая причина, которая очень важна, заключается в том, что они уже одобрили фьючерс ETF. Уже есть ETF по фьючерсам биткоина. И этот ETF по фьючерсам биткоина опирается на цену биткоина. И когда вы его покупаете, институционал, который его выпускает, этот ETF, не обязан пойти и купить настоящий биткоин. Но со спот ETF, если они получат на него одобрение, как только кто-то покупает спот ETF, то возникает обязанность покупки настоящего биткоина на спот-маркете, что, конечно, помпанет цену. Вот почему фьючерс ETF не вызывает помп на рынке, а спот ETF будет помповать рынок. И еще здесь важный момент в том, что SEC говорит, что не могут одобрить ETF спот по целому набору причин, так как утверждают, что рынок подвергается манипуляциям. Но все дело в том, что они уже одобрили фьючерс ETF, который также основан на этом же активе. Поэтому, если спот ETF подвергается манипуляциям, значит, и фьючерсы им подвергаются. Поэтому здесь нет никакой логики. И еще кое-чему нужно случиться для того, чтобы биткоин действительно взорвался. И одной из этих причин является доллар, сила доллара. Она должна продолжить падать. Вот здесь она не преодолела уровень, и ей следует падать дальше. Также мы видели цену на золото, которое ведет себя довольно хорошо. И как говорил Боб Лукас, сейчас я вам покажу. Золото показало очень хороший отскок, что не может не радовать. И как очень хорошо сказал Боб Лукас, пора пристегнуться. Пришло время пристегнуться. И что бы сейчас ни произошло, у нас, по крайней мере, сформировался пол. И что это значит? А то, что, проведя все это время на данном уровне, в 26К, мы сформировали пол, который станет нашей поддержкой. Результатом того, что мы сюда опустились и отскочили, стало сформировавшееся дно. Вот эта зона, рядом с этим уровнем в 26, станет очень хорошим полом. И не только из-за сформировавшейся зоны уверенности вот здесь, и здесь, но также еще и здесь. И это важно. Так как всегда, как только цена биткоина испытывает памп, это происходит очень быстро, отсутствие поддержки опасно. И сейчас он у нас есть. Поэтому, что бы ни произошло, это теперь наша поддержка, так как мы от него отскочили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok